Цена чистоты. Такой вопрос вновь стал перед жителями улицы Широкая в Щелкове. Предприятие, которое ранее предоставляло услуги по вылазу мусора, ушло. Жители обратились в районную администрацию, на встречу к ним приехали работники муниципального предприятия «Городской сервис». Они привезли с собой типовые договоры, которые прописывают взаимоотношения заказчиков и исполнителей. Встреча проходила прямо на улице Широкая возле магазина. Здесь собралось более 40 человек. Жители просили объяснить им, как будет действовать новая для них организация, тем более, что наладить работу надо срочно. Каждый следующий день и каждая неделя увеличивают загрязнение территории. А если стоит жара, можно себе представить, какие появляются неароматные запахи. И, естественно, важно организовать вывоз мусора так, чтобы это устроило всех – и предприятия, и жителей. В настоящий момент как раз вот эта процедура обсуждается, чтобы максимально удобно жителям было. Ну и, соответственно, мусоровозящая компания на основании их желаний и возможностей будет разработан маршрут, либо это сбор конкретно от каждого дома, либо будет определён, может быть, какое-то единое место сбора мусора, будет установлен контейнер, и, соответственно, вывоз будет производиться именно с этого места. А если будет именно с каждого дома заключён договор, будут представители ходить по домам, заключать договора, вручать книжечки, тогда у них будет рентабельно, и будут люди не куда-то на помойку возить, а именно будут возле дома выставлять. Вопрос о рентабельности поднят не случайно. От неё, естественно, зависят возможности предприятия по организации вывоза мусора. И потому людям, тем более проживающим в частном секторе, важно соорганизоваться, чтобы договоры были подписаны со всеми. Ведь неправильно будет, если какие-то жители продолжат выкидывать мусор, что называется, на чужую помойку, а остальным придётся за них платить. Платить за чистоту. Андрей Захадович, Александр Раджевский, телерадиокомпания «Щёлково».